с павлом сурковым начинаю я исходящие звонки сейчас минуточку настройку делаю скайпа параллельно ищу сразу информацию про человека потому что глупо выходить на skype и ничего про человека не знает все поехали так ну что звонки звонок учатся павел ирина я на добрый день да я вот звоню нескольким я вижу ирина да так а павла нету здесь павел к нам подключился павла вижу по все отлично вижу я на должна быть еще раз вашего позволения я тоже тут разбирают просто у меня параллельно жить пожалуйста она а если вопросы задавать то как лучше писать я думаю что лучше давайте каждый будет в режиме по очереди реального времени я еще камеру настраивают то есть тоже параллельно меня попросили снять так я ну ждем я она еще должна выйти а я не звонок совершила я на не вижу просто себя вижу не слышно видно да все отлично видно слышно я на сражается в инстаграме с активными с активной оппозиции я поняла активная позиция ну против нас там дурдом творится да где это творится а программе фредди мэкри вот так называется и там обвинение гомофобии это только это то это самое очень такое мягкое что можно услышать в чем и что они говорят кто говорит говорит вы знаете я не знаю как он там под ником идет он говорит что ну мы все дураки а вы простите гомофоб поэтому верить нельзя но я у него спросила ну а вы значит натуралов почему бы вам должны верить ну и в общем там одно строго я не смотрел честно скажу инстаграме хотела как бы тоже начать немножечко представить павла суркова павел только что смотрела вашу лекцию от не успела досмотреть про культуру сейчас скажу лекция искусство как гуманитарная инициатива потрясающая лекция вообще в восторге я прям все выписываю на цитаты вот и хотела представить нас на связи ирина я так поняла чтобы активист у нас да минут я она представила вас что вы сначала посмотрела два фильма гпс посмотрела погенную рапсурию ну он конечно призываю на меня просто ну как мешком ударить так что я понимал я сама ходить слушаю с девяти лет у меня брат очень любит рок поэтому я с детства в этой музыке вот и как-то особенно никогда не верится особенно когда вот фредди умер и вот пошел поток грязи я в это особенно не верила потом я увидела лекцию павла в интернете потом я посмотрела еще на окей лекцию вот часовая была потом посмотрел из твери и там было замечательно вообще очень интересно то что вот я слышала и потом я еще прочитал вашу лекцию в фредди меркури унижены оскорбленные ну купил вашу книжку прочитал поэтому я надеюсь что когда мы увидимся вы мне подпишите обязательно мне будет что еще подписать я надеюсь через пару недель выйдет следующая а в каком издании чтобы так отслеживать там же там же выходит у меня много выходит в этом году разного всего я поэтому пока книжку акуин про нее молчу и не продвигаю и вообще никак нигде не анонсирую но это случится в ближайшие минуты извините пожалуйста вот я хотела бы узнать я вам писал в контакте но вы туда редко заходите не особо скажите вот прочитала в книге мариам что ну напоминальном обеде когда фредди похоронили не было ни участников группы не его родители это действительно правда или это не понятия не имеем понятия не имею но похоже на то потому что вроде бы есть ряд свидетельств которые говорят о том что они каждый поехал оставаться своим горем своим горем наедине опять же что такое этот поминальный обед потому что есть ну давайте смотреть опять же каким источником мы относимся если мы относимся к книжкам там хата на фристоуна да то они говорят что типа мы собрались там тихонечко там дома его помянули ну каждый поминает по-своему каждый поминает так и считает нужным мне кажется что там такой традиции в принципе как у нас там ой умер человек давайте устроим застой и нет все есть минальная служба сказали теплые слова проводили человека в последний путь и все и все закончилось извиняюсь я вас перебью да все таки хотел павла тоже представить вот я так поняла что павел закончил мгу не знала этого писатель публицист автор книг по музыке по истории музыки я вообще павла было очень много вопросов я тоже составил что не хотелось только на фредди меркури зацикливаться у нас вообще проблема такая идет и фальсификации нравственного упадка и дело в том что я это сейчас готовлюсь к интервью с борисом яковлевичем эйфманом я очень много в его интервью это слышу я много слышу у николая цискоридзе у многих деятелей культуры и искусства я слышу то же самое что я вот буквально сейчас вот в лекции у павла услышала и и хотелось бы тоже понять вот почему люди не готовы мыслить самостоятельно с чем это связано как нужно воспитывать детей как нужно воспитывать молодежь чтобы люди научились мыслить самостоятельной книги читать музыку слишком много разных вопросов если бы я знал на них ответ как научиться воспитывать детей как научиться воспитывать молодежь а вообще мы для чего это все делаем мания скажите мне честно это куда-то все у нас идет или что то что мы с этим делать будем или это Это просто наша частная беседа. В первую очередь, хотелось, конечно, познакомиться лично. Меня попросили сделать запись, чтобы другие, которые не имеют возможности, могли тоже посмотреть, послушать, поучаствовать. У меня первая цель – это познакомиться лично вообще с людьми. Я пыталась организовать встречу в Санкт-Петербурге. К сожалению, люди все пишут в интернете, мы готовы, мы готовы. И никто как-то не мог насчет даты, времени согласовать. Хотя в Петербурге были желающие. Вот один человек более-менее со мной согласился, что можно встретиться. Но вопрос в том, что он живет за городом. Люди пишут в интернете, но в реальности они не готовы. Потому что хотелось бы продумать какую-то стратегию, как-то привлечь к проблеме, опять-таки, фальсификации. Я объясню, почему меня зацепила книга «Марьян», почему я вообще вот этой темой увлеклась. Я когда книгу прочитала летом, я увидела себя, я увидела свою историю. Потому что я занималась профессионально танцевальным спортом. И вот все, что описала Марьян, я с этим сталкивалась лично. И не только в танцевальном спорте, в шоу-бизнесе тоже. Я с этим сталкивалась, когда работала пиар-менеджером, журналистом. Вот это бывает такое. То, что она описала, то есть можно считать ее сумасшедшим, можно считать, что она придумала. Все это бывает. Я на примере артистов многих, я вижу, что все то же самое происходит. Все то же самое с ними делают. Смотрите, все очень, на мой взгляд, все очень просто. Касательно того, что вы спросили. Про фальсификацию, про все остальное. Это же попытка человека, ну талантливого человека, низвести, нивелировать до уровня своего собственного. Вот и все. Ну, то есть мы хотим, чтобы он был такой же, как мы. Ну, в общем, люди все в некотором роде одинаковые. Две руки, две ноги, одна голова. Но это такая попытка. И этим мы его как бы к себе приближаем. Ну, это понятно. И вообще разговаривать, а говорить о человеческих пороках, куда интересней сплетничать об этом, чем говорить о каких-то более сложных вещах. Вот и все. Ну, вот вы в своей лекции сейчас говорили, я даже выписала, что вот история, культура – это самое главное, что только помня о них, можно что-то менять в себе. И когда ты меняешь себя, за тобой могут пойти люди. Это правда. Это так. Вот мне эта фраза очень понравилась, потому что я тоже считаю, что нужно какой-то пример собственный подавать. Я сказал, там история и литература. Не история и культура, а история и литература. Но в целом, да, это то самое важное, что существует. А как за Фредди? Да. Извините, Павел, скажите, а как вы справляетесь вот с потоком негатива, который льется в связи с вашим видением Фредди? Потому что если я написала там два поста, и там уши от грязи вывалиды, как вы с этим справляетесь? Где он льется? Ну, вам ничего не пишут там, вот именно. Кто? Скажем, оппозиционно, но люди с другим мнением. Кто? Это, подождите. Можно я отвечу тоже? Вот я не посоветовала такую вещь, что не читать, во-первых, не воспринимать на свой личный счет. Если тебе пишут, вообще не реагировать на это, вот научиться. Вот я в танцевальном спорте, 20 лет у меня было травли. Я уже делала ролик на канале, меня домогался тренер, я ему отказала, 20 лет травли. Карьера рухнула просто. Я научилась на самом деле вот на это не реагировать. Очень много форумов, очень много грязи было, очень много было в интернете. Звонили моим тренерам, звонили моим ученикам. Просто не принимать за свой счет. В конце концов, можно человека забанить, все, и как бы удалить его комментарии, не обращать внимания. Только так. Смотрите, есть очень простая вещь. Я не понимаю, что это поток грязи. Поток грязи до меня не долетает. И никогда не может долететь. Вы просто это не читаете, и все. Я даже не знаю, где это можно прочесть. Мне как-то показали какую-то группу во ВКонтакте, я туда зашел, там сидят какие-то оголтелые. Ну вот, да. Там сидят какие-то очень странные люди, с которыми невозможно разговаривать. Ну, эти люди, они, я уверен в том, что там есть какие-то люди, которые мне писали в личку, они люди наверняка хорошие. А есть какие-то люди странные. Ну, мне со странными людьми разговаривать не о чем. Этим людям интересно, ну, не знаю, писать матом. Мне неинтересно писать матом. Этим людям интересно хохмить на какие-то там геи-темы, и они считают, что это смешно. Да нет, это не смешно. И вообще, как бы, этим людям интересно лезть в какое-то обсуждение личной жизни. Топоже Фредди Меркель. Вот им интересно обсуждать личную жизнь с Фредди Меркель. Да какая разница вам, блин, какая у него была личная жизнь. Кого это волнует? Человек за два дня до собственной смерти сказал, моя личная жизнь была моей частной территорией, моей приватной территорией. Я надеюсь, что так останется и впредь. Какого хрена вы туда лезете, извините за непарламентские выражения. Вам какая разница? Это что меняет? Все. Вы знаете, извините, когда вы ушли как раз из этой группы, я просто просматривала комментарии. Там еще, по-моему, вы ушли, я уж не помню, там еще страниц 200 написали, вот, всяких, вы знаете, напоминают необыкновенное чудо, что я за вами гнался там 4 дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вот вы ушли оттуда, вы уже туда не заходите. Они все пишут, пишут и пишут. Я очень рад. Я тоже не читаю контакт. И много свободного времени. Я безумно счастлив. Я за это время начинаю вот... Я благодарен критикам за то, что критики сказали, слушайте, было бы круто, если бы в книжке были ссылки, если бы в книжке было больше цитаты, мы бы понимали, откуда взяты эти цитаты. И за это я людям невероятно благодарен. Я благодарен людям за то, что они нашли ряд ошибок, которые... Ну, книжка вышла в 2015 году. За 4 года много чего нового появилось, много чего нового узналось. Поэтому пока люди пишут 200 страниц комментариев, я новую книжку написал. Скажите, Павел, пожалуйста, вот вы говорили, у вас было интервью с Брайаном Мэем. Вот хотелось подробно об этом узнать тоже, как у вас получилось организовать это. Вы хотите организовать интервью с Мэем? Ну, может быть, почему бы нет. А вы ему напишите. У него есть почта. И он на эту почту отвечает. Можно туда написать. Он достаточно контактный дядька. Это он или это менеджер, кто-то из пиар-менеджеров? Слушайте, ну, я думаю, смотрите, он и сам читает, и у него есть два менеджера, которые тоже за этим следят. И дальше вопрос, смотрите, о чем вы хотите с ним говорить? Вот в чем вопрос. Я думаю, что тематику найдем, это надо изучать. Потому что я, допустим, к интервью готовлюсь. Я изучаю все материалы, я готовлю вопросы. То есть, допустим, я могу и полгода готовиться к интервью. То есть, самое главное, согласовать. Я думаю, что есть вещи, о которых они хотят говорить, а есть вещи, о которых они не хотят говорить. Ой, что-то мне Яна пишет по поводу встречи, а я не пишу, что мы общаемся уже. Ну что? Сейчас просто мне Яна сейчас написала, встреча состоится, как бы, как раз которая ведет. Состоимся по всю. Я попробую сейчас ее пригласить еще раз. Да, цепляйте ее, пожалуйста. Я не вижу ее. Павел, скажите, пожалуйста, а вот ваше мнение о фильме BBC про Коин в двух частях вам понравилось? Вот лично вам? Без эмоций. Вообще без эмоций. Вообще без эмоций. Вы знаете, первую часть я посмотрела, во второй там пошло, ну там пресс уже пошел по поводу там, про него как про личность. И меня просто поразило, что Мэри Остин говорит, что значит, они то ли 6, то ли 7 лет, я там не знаю сколько, она говорит, 4 года было все хорошо, а значит, и последние вот 2 года он вел себя странно, там кто-то приходил, я думаю, что же за женщина такая, что ждала 2 года, чтобы объясниться со своим мужчиной. Вот там как-то уж очень, понимаете, вот он такой, такой, такой. И главное, никто не говорит ничего вот, как будто позитивного ничего про человека не еще сказать. Вот это вот удивительно. Ну что мы понимаем под позитивным? Тут вот вопрос, а что такое позитивное, а что такое позитивное, а что такое негативное? Зачем так прессуют вот эти легенды? Вот я вот это вот понимаю. Вернее, я понимаю про это, но уж очень это в нос как-то тычут этим. Ну потому что это модная тема, потому что про это интересно сейчас рассуждать. Это такая модная штучка. А больше не про что. Получается, что больше не про что. Не про что вообще поговорить, что ли? Ну может поговорить про песню. Не все время же муссировать вот эту вот тему вот так вот. А про песню скучно. А про песню же скучно, потому что, ну что, в очередной раз мы будем обсуждать там, что он... Поэтому, а вот тут же можно, такая тема амурных отношений, она богатая, она такая... Многогранная, мягко говоря. Ну да, можно о чем... А вот ваше отношение к Дэву Кларку, мне кажется, он один, наверное, из... Достойный человек, настоящий человек. И такой же про Джона Дикона, а про остальных, ну... Я прочитала, что в вашей книжке, что ни в коем случае нельзя там никого критиковать, но, скажем так, осадочек-то остался, это понятно. У меня, нет, посмотрите, у меня нет вообще никаких нареканий никому. Ни к кому. У меня нет никаких нареканий ни к Мэйу, ни к Тейлору. Какие тут могут быть нарекания? Люди по-прежнему в шоу-бизнесе. Люди делают... Слава тебе, Господи, что они продолжают кататься с Ламбертом, и что они позволяют играть эту музыку вживую. Ну, по крайней мере, половину Квинн мы видим вживую. И это хорошо. На мой взгляд, это хорошо. Это всяко лучше, чем любые кавер-групы. Вот. Раз. Про Дикону ничего сказать не могу, но как бы он выбрал такой путь. Сидит, ни с кем не общается. Это его решение. Оно тоже достойно уважения. Да, у меня в том числе... Я хотела еще тоже уточнить вопрос. А как вы считаете, нужно ли как-то расследовать дальше вот дело, то, что делала Марьям Ахундова? Или нужно на этом остановиться? Вот вы говорили про личную жизнь. Мне кажется, что Марьям заигралась в собственных фантазиях. Опять же, а что мы можем расследовать? Ну вот, что расследовать? К сожалению, понятно. Человек... Нет, у меня что-то я вышла из контакта. Боже. Яна, нет, я вышла из этого. Я вам ответила, и все, я вышла. Я сейчас попробую еще раз перезвонить. Я понимаю, попробуем. А, вот вы вернулись. Я пыталась... Яна позвонила, и меня выбросила из вашей беседы. Я просто первый раз пробую сама организовать чат. Я просто участвовала в таких беседах, но я никогда не организовывала. И у меня еще стоит вопрос, что у меня сейчас много интервью и вот с москвичами будет по скайпу идти. Поэтому я тоже вот так попробую. Ну вот, смотрите, поэтому расследовать-то нечего. Человек полжет в смертельной болезни, от которой в тот момент не было никакой панацеи. Это сейчас. Люди с этим диагнозом живут себе спокойно, принимают лекарства и живут много-много лет. И в вуз не дуют, и могут и детей иметь, и могут, в общем, жить нормальной, совершенно полноценной жизнью. Фармакология достигла невероятных высот. А тогда про эту болезнь только начинали что-то узнавать. Тут нет никакого заговора, нет никакого специального, там, упаси Господи, заражения, еще чего-то. Но вот так случилось. Так случилось. Почему так случилось? Из-за чего так случилось? Мы не знаем. Мы можем предполагать. Есть какие-то версии. Поэтому, черт, а что расследовать? Расследовать обстоятельства его ухода, они явно были тяжелыми. Они были явно трагическими. Человек держался до последних дней. Человек очень тяжело умирал. Это была страшная смерть. Мы что расследовать? Мне кажется, расследовать совершенно нечего. Мне кажется, Марьян заигралась в какой-то определенный момент в какую-то конспирологию. Ее и, к сожалению, то, что она ушла рано, да, я думаю, что, и вот то, что мы видим во второй книжке, это же просто черновики. Я думаю, что если бы она была жива, то книжка была бы совершенно другой. И она бы от каких-то там идей, и от каких-то вещей, она бы, ну, просто никогда бы в жизни не пришла бы к таким выборам. Я допускаю, что все-таки есть фальсификация, какой-то вот ложь в адрес Фредди, она все равно есть. Потому что я еще раз объясняю, я то же самое вижу просто в адрес других артистов, когда придумывают вещи, которые, ну, вообще вот, ну, сейчас есть интернет, сейчас вот еще вот этот момент. Сейчас есть. То есть, вполне возможно, пропаганда, что Фредди, он не был гомосексуалистом, многие, ну, старшего поколения, люди, кому за 50, за 60, они говорят, что он не был гомосексуалистом. Смотрите, давайте так, я скажу так. Вообще, первое, а какая разница, раз, а вообще какая разница, это какое имеет значение? Никакого. Самое главное, вот, вот что мне не нравится, и против чего я страдаю, что Фредди не был олицетворением порока. А вот это нельзя ни в коем разе позиционировать. Он не был ни наркоманом, он не был ни алкоголиком, он не был ни развратником, ни каким-то, он не был святым при этом, он был обычный живой человек, со своими там достоинствами и недостатками. Но не надо делать из него гидониста, не надо делать из него такого гипергидониста. Это, вот этот образ, на мой взгляд, он как раз не очень соответствует действительности. Хотя, но зато он приближает его к вот такому пользователю, которому интересно писать 200 страниц комментариев, неизвестно прошу. Вот я тоже думаю, что по поводу комментариев, что у людей просто много свободного времени, потому что я вот в соцсетях редко, я вконтакте слушаю музыку только. Нет, я в соцсетях много, но я в соцсети, я в соцсети такой инструмент, который ты можешь, как это, настроить под себя. И я его использую. Для меня это рабочий инструмент. Но лезть в какие-то дискуссии, в какие-то обсуждения, тратить на это свое время, есть такая шутка, боже мой, в интернете опять кто-то неправ. Да, ну, конечно, там кто-то неправ. Конечно, срочно надо идти в какую-нибудь дискуссию, в какую-нибудь группу, и срочно написать там какой-нибудь комментарий, потому что вот твое мнение очень важно для нас. Ваш звонок... Мне очень жалко времени на это. Нет, я сижу иногда на ютубе, комментирую, когда я еду в метро, чтобы вот убить вот время просто, потому что я тяжело метро переношу, например. Вот я иногда специально сижу. Читайте книжки. Согласна. Павел, скажите, а вот Фредди, я смотрела интервью сегодня его с Дэвом Кларком, он вот в интервью, он отличался от того Фредди, который он был в жизни, потому что он довольно манерный, он себя, конечно, ведет как, не то, что как Дива, но манерный, но понятно, потому что он артист. Вот от того, что он просто в обычной жизни, он очень отличался. Я же не знаю, но я думаю, что, конечно, отличался, потому что он прекрасно понимал, что это как бы работа на публику, это нормальная такая актерская работа. Я должен давать интервью. Ну вот он, как я сейчас, в какой-нибудь маечке, лохматый и страшный, никогда бы в жизни не стал выходить на публику. Конечно, он готовился, конечно, ему было важно. Чем интервью с Кларком хорошо, потому что уж в кои-то веке его не спрашивают ни про что личное, а спрашивают про музыку, и он говорит про музыку. Вот вам пример, да, ошибки Мариан, которая вдруг подумала, что никакого мюзикла Тайм не было. Да был мюзикл Тайм. Вот он был. Она не увидела материалы, я так поняла, что он не увидел. Она не увидела просто материалы, я так понимаю. Она их не нашла, а он был. И никуда не деться. Может быть, он был не слишком успешен, ну, не настолько успешен, не громогласно успешен, как сейчас какой-нибудь Гамильтон, да, но, тем не менее, он был, он прошел, и как бы он был важен. И для Фредди, и для Кларка. Нормальная история такая. Мюзикл, мюзикл. Жалко, конечно, что мы его не увидим, что он не снят. Это обидно, было бы интересно посмотреть. Понятно. Ну, вот Яна к нам пытается пробиться, вот никак у нее не получается. Я просто, если буду ей отвечать, я боюсь, что просто... Потом опять вылечу из дискуссии. Подождите. А какой у нее скайп? Мне даже не посмотреть сейчас скайп. Я просто указано приглашение. Так, она у Яны. Я вообще ее пригласила. Сейчас Читова Яна. Сейчас попробую еще раз позвонить. Сейчас. Я боюсь, что я просто... Нет, 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 другое. Я просто боюсь, что она не войдет. Это она Яночка? Нет, Читова Яна она называет. Вот, я Яну подсоединила, я вижу, что четыре участника. Яна, вы нас слышите? Здрасте, Яна. О, ура, Яна. Здра, слышу. Вот, наконец-то, да. Мы не видим. Если вы включите видео, мы тоже вас будем видеть. У меня не включается с андроида, но конференц-связь только звук. Господь с ним, андроид зло, но ничего не поделает. Ну, я так понимаю, что Ирина как раз про Яну говорила. Да, вот, про комментарии. Я вот не видела комментариев, хотя подписаны, но вот не читала, честно говоря. Слушай, написали какой-то, я тоже посмотрел, но написали какой-то комментарий. Зачем на это обращать внимание? И уж тем более, не надо ни на какие комментарии отвечать. Зачем? Пишут и пишут, конечно. Пока еще задевает. Зачем, Яна? Это буквочки на белом фоне, черные буквочки. За ними кто-то сидит, кто-то, кому нечего делать. Вы зачем тратите на этих, которым нечего делать, свое драгоценное время? Время – это невосстановимый ресурс. Единственный ресурс, который не вернуть. Написали и написали. Могли написать что угодно. Завтра напишут, что мы с вами сейчас вечером сидим и едим детей. Мы будем это опровергать? Нет? Это будет право, конечно. Павел, скажите, а над чем вы сейчас работаете? Вот я хотела бы тоже. Я смотрю, книг у вас много очень. Вот какие-то лекции планируются еще в Петербурге, например? Ну, продолжается. У меня сейчас большая передышка, потому что закончено еще четыре новых книжки, которые будут выходить постепенно. Две выйдут в этом году. Может быть, три. Я надеюсь, что все-таки еще две уже выйдут точно в следующем. И у меня сейчас такой этап, такой серьезной перезагрузки. Надо понять, про что писать дальше, про кого писать дальше. И вот, скорее, сейчас я сосредоточен над одной большой научной работой и над еще одной пьесой. Я пишу для одного из московских театров большую пьесу. И я должен был ее закончить уже где-то месяц назад, но я сильно протормозил, и поэтому мне нужно как-то с этим разобраться. А что вы думаете, вот департамент театров сейчас создается при Министерстве культуры? Вообще нужно это, не нужно? Если же в театре нашла вещь. Да, тем, кому нужно, они это будут использовать. Ну, будет так будет. Это же, слушайте, это культурная политика. Она вот такая. Я в ней ничего не понимаю. Я человек стопроцентно аполитичный. Я человек культуры, я человек искусства. Я эмпирически это воспринимаю. И только там, как культуролог, аналитически. А все остальное... В культурном форуме, вот вы, я так поняла, вы не участвуете, не принимаете участие? В этом году нет. А раньше принимали вообще? Конечно. Конечно. Там у меня были всякие разные активности, в основном связанные с моей киношной, продюсерской деятельностью. Но поскольку сейчас у меня в основном это студенты мои, которые у меня учатся, вот, то они едят все мое свободное время. И это хорошо. Это классно. Я их люблю. Вы преподаете не в МГУ, я так понимаю? А? Вы не в МГУ преподаете? Я в нескольких вузах преподаю. Я преподаю в телевидении и радиовещании. Я преподаю в Ранхиксе. Я читаю в школе Сколково. То есть, я меня... Я есть много где. И мне это безумно нравится. Павел, скажите, а вот ваша книжка через две недели, она уже выйдет в продажу магазина или она только из... Нет, потому что она в продаже, она появится, я думаю, в конце ноября, в начале декабря. Перед этим появится другая книжка, которая, извиняюсь перед всеми, но она для меня важнее, чем книжка о Фреде. Это книжка... А что за книжка? Это будет авторизованная биография. То есть, в прямом смысле, авторизованная биография одной невероятно популярной российской группы. Я бы сказал, одной из лучших российских групп. И мы плотно вместе с музыкантами над ней работали. Прям очень плотно. Мы делали это все вместе. Я делал основной текст музыканта. Давали мне кучу интервью. И это была такая работа, где-то там, которая заняла полгода примерно. И вот сейчас это выходит. Я увидел, наконец-то, обложку. Так что в ближайшие дни, я надеюсь, уже на следующей неделе, я буду везде про это трубить. Потому что событие будет очень мощное. У меня вопрос такой сразу. В Фейсбуке у вас видел, что вы ищете помещение, что какой-то концерт планируется. Это другая история. Это другая история. Она немножечко связана с этой же самой группой. Мы там хотим сделать одно небольшое мероприятие. Оно получится. Я нашел прекрасный зал. Мы нашли дату. И это будет... Один из экс-музыкантов этой группы будет представлять свой сольный проект. Очень классный. Очень-очень-очень яркий. И мы хотим сделать такую благотворительную акцию. там все средства, от которой пойдут на хорошие, благие цели. А у нас книга ваша будет торговаться? Я надеюсь, что в этот момент она, эта книжка, про которую я говорю, про русскую группу, она уже выйдет. И что... Я надеюсь, что она выйдет в конце ноября. И мы сделаем большую, хорошую презентацию в Москве. И надеюсь, что мы сделаем хорошую презентацию в Питере в начале декабря. И там прям будет все красиво, все прям по-взрослому. А как можно посмотреть, где у вас будет презентация? Фейсбук мой. Я все пишу в Фейсбуке и точно буду выкладывать у себя в Инстаграме. И точно буду... Вот у меня новая игрушка, мой Телеграм-канал, куда я это тоже все пишу. Я не могу вас найти в Телеграм-канале. Он называется Читаю, Слушаю, Смотрю. Read, Watch, List. Читаю, Слушаю, Смотрю. Там такая картинка фламандская с девушкой-старухой. Вот она такая... Я стараюсь его обновлять максимально часто, пока это не очень хорошо получается. В этом отношении не очень дисциплинированный парень. Но надеюсь, что будет лучше. Скажите, а группа, она вообще известная? Вот вообще какую идеологию несут? Я просто сталкиваюсь с тем, что у нас много кто поет, ну, естественно, и статьи пишут, и журналисты разные, но я не вижу какой-то нравственной идеи. У кого? Ни у кого вообще. Вот не в творчестве, ни в искусстве, ни в кино, ни в музыке. А что мы понимаем под нравственной идеей? Вы же понимаете, что есть нравственность с разным знаком? По модулю нравственность бывает разная. Вернее, по модулю нравственность одна, а знак можно подставить любой. Мне кажется, одинаковые, все равно догмы, они все равно одинаковые везде идут. Ольга Бузова, нравственная? Для меня нет. Нет, нет. А я вам скажу, что Ольга Бузова воспитывает куда больше нравственности, чем кто угодно, потому что я смотрю на Ольгу Бузову, я смотрю, какая она, а потом я вот прихожу на кухню, смотрю на свою жену, и думаю, блин, как же здорово, что ты не такая. Я преисполняюсь такой любовью дополнительной к собственной жене, и это доработает куда больше на укрепление семейного быта. Но она, нет, Ольга Бузова, она работает очень много, и мы же не знаем, какая она в жизни, в быту, потому что артист, вот он на эстраде, артист в быту, это разные люди абсолютно, вот я с этим столкнулась тоже. То есть было очень сильное разочарование, когда ты вот влюблен, и ты думаешь, что вот артист такой белый, пушистый, а в реальности ты видишь, что человек ругается матом, и такой разгульный образ жизни ведет. Да никто не белый, пушистый, никто не монах, никто не этот самый высоконравственный человек. Нравственность, она же не в том, пьешь ты водку, или не пьешь, ругаешься ты матом, или не ругаешься. Но она в поступках в отношении к людям. Она в каких-то поступках, она в каких-то поступках. То, что Брайан Мэй спасает ежиков, это очень нравственный поступок. И барсучков. И барсучков, и выдрят, и львят, и кого только нет. Это нравственный поступок. Он хороший. То, что они там жертвуют деньги на благотворительность, это хороший поступок. То, что есть, извините, Меркьюри Феникс Траст, который помогает людям больным спидом, это нравственный поступок. Это нормально. Поэтому, а все остальное, ну, слушайте, будут они культивировать. А вот когда, а вот когда Питер Фристоун едет с лекцией под названием Титаник, и сравнивает Фредди с Титаником, это безнравственный поступок. А когда Питер Фристоун собирает вокруг себя людей, выпускает книжку любимых кулинарных рецептов Фредди, и устраивает шоу, на котором он готовит еду, которую любил Фредди, подписывает свои собственные книжечки, на мой взгляд, это не очень нравственный поступок. Но кто я такой, чтобы осуждать мистера Фристоуна? Ну, тут еще передачи, да, вот я смотрю, вместо того, чтобы говорить о творчестве, например, об альбоме с Монсеррат Кабалье, о музыке Фредди, о каких-то неизданных музыкальных произведениях, обсуждается почему-то, да, тоже его личная жизнь, большое внимание этому уделяется, за то, что он там гомосексуалист, причем доказательств-то этого нету, на самом деле, кроме лживой книги Хаттона и некоторых свидетельств. Непонятно, на каком основании они давали свидетельства. Мне кажется, ну тогда давайте вообще не говорить про личную жизнь, тогда ни с той, ни с другой стороны. Вы погодите, сейчас жирок-то польется, сейчас через, в следующем году выйдет книжечка воспоминаний Тора Арнольда и Ли Нолана, его, а это его нью-йоркская компашка. Это еще любовники? Еще очередные. По-моему, у этих ребят хватает такта и разума, но они, простите, я здесь точно не компетентен, потому что я не влезаю, как они себя позиционируют, но в моей голове они такие, типа, фристованы. То есть мы такие, мы как бы в одной компании, но у нас нет амурных отношений, мы типа, просто кореша. Вот. Ну, знаете, удивительно, что люди, вот типа Кларкера или Дикона, они не говорят ничего. Ну, про нас как, про мертвых, либо хорошо, либо никак. А здесь получается, мертвые срамы не имут и льет на голову все, что можно, потому что, вроде как, ему ответить нечет. Вот это самое противное. Нет, ну, поговорка есть либо ничего, либо правду. На самом деле, она так звучит. Нет, это есть такая мертвые срамы не имут. Это такая старая поговорка. у меня бабушка сегодня так говорила. правда, ну, слушайте, ну, они, ну, каждый решает сам. Они там пытались, по-моему, Арнольд с Ноланом собрать с краудфандингом бабки на публикацию книжки, по-моему, не собрали. Ну, посмотрим, что будет. Я не слежу за этим, это на Queen Zone там целая тема, про это есть. Они сами туда заходят, активно участвуют в дискуссиях. Я туда заглянул, мне не вхватило обсуждение на тему того, Фредди Меркри гей или бисексуал. Тоже там где-то страниц 30 комментариев. Ну, людям есть чем заняться, людям есть, что обсудить. Это, конечно, очень принципиально важный вопрос. И что высказывание о том, что Фредди вот, там смешно, что высказывание о том, что Фредди Меркри бисексуал, это гомофобное высказывание, так как типа Фредди Меркри гей, а называя его бисексуалом, ты, значит, геев порицаешь, и, значит, ты гомофоб. Кошмар. Тогда, наверное, в этом контексте я, конечно же, лютейший гомофоб, казните ему. Вы знаете, вот я тоже к вашей лекции вернусь, Павел, вот вы тоже говорили про историческую память, то, что нужно помнить историю, что происходило. И вот мне кажется, почему еще нужно все-таки прислушаться к Марьям, потому что, вот я еще раз говорю, она описывает события, ну, даже то, что как поступили с Фредди, да, и когда его песни присваивают другим музыкантам, когда лезут в его личную жизнь, когда какие-то факты придумывают, которых не было. Это же все может происходить сейчас, я говорю, с другими людьми, почему важно вот этого не допустить и раскрыть так называемое дело Меркурия, повернуть его, может, А как мы этого не допустим? Простите, пожалуйста. Ну, хотя бы показать, что вот был такой пример, да, и что так делать нельзя. Придет 200 страниц вот таких комментариев, о которых вы говорили. Слово против слова. Что вы делать будете с этим? Должен быть авторитетный человек, какое-то авторитетное лицо, которое об этом официально заявится. Кто сейчас является авторитетным лицом? Вот сейчас нет такого человека абсолютно. Нет, кто такой авторитет? Кто это авторитетное лицо? Человек, которому будут прислушиваться. Владимир Владимирович, кто есть авторитет? Это Дональд Трамп? Для кого-то авторитет, для кого-то не авторитет. Вот то-то и оно. Для кого-то и британская королева не авторитет. Мне кажется, человек, который владеет фактами, я извиняюсь, и перебью, если у человека есть факты, неопровержимая какая-то информация, то он рано или поздно знает. Либо это пиар созданный, что человек как бы его создает пиар. Вот какие могут быть факты о личной жизни человека? Ну вот какие могут быть факты о вашей личной жизни? Никаких. Какие могут быть факты о моей личной жизни? Вот я сейчас сижу дома, кто-нибудь знает, что у меня там за стенкой происходит? Никто не знает, кроме меня. Ну это да. Может, я там мыло из детей варю, как я говорю. Я не знаю. Может, я там заживо ем котят. Этого никто никогда не знает. И о каких фактах может идти речь, тем более о человеке, которого нет с нами почти 30 лет. Мы не найдем никаких фактов. В новой книжке я нашел человека, который знал, он попросил, чтобы я не указывал его имя, человек, который знал Фредди в Мюнхене. И они общались, и они разговаривали вместе. И там он опровергает, ну какими фактами опровергает? Он там показал, например, мне там говорили о том, что якобы Фредди Меркерис снимал свиньи квартиру. Выясняется, что никакую квартиру он там не снимал. У него были апартаменты в гостиничном комплексе. Это был официальный адрес, ему туда корреспонденция приходила, и он там жил. Никто там вместе с ним в этих апартаментах не жил. Он жил там в одиночестве. Может быть, конечно, к нему туда какие-нибудь гости приходили, но как бы это так. Я ему задал прямой вопрос. Он говорит, я никогда в жизни не видел Фредди ни употребляющего наркотики, ни пьющего ничего крепче пива. Может быть, он что-то и делал. Но, говорит, при мне этого никогда не было. Я этого не видел. Павел, а сколько вы, ой, простите, сколько вы писали первую книгу про Фредди? Ну, про кой? Сколько время у вас заняло это? Я не помню, я не помню. Я ее задумал-то давно, а она дальше как-то собиралась, собиралась из кусочков и потом вот так собралась. Я помню, что я ее закончил очень быстро. А почему вы решили писать вообще про Фредди, про Квинн, про музыку? Потому что я их люблю, потому что я их ценю, и мне было интересно сделать это высказывание. Павел, можно вопрос? Сколько угодно. Как вы думаете, почему все-таки музыканты не хотят поддержать, как бы опровергнуть эту ложь? А зачем? Какая у них причина? Причин может быть масса. Первая. Ведь они же близкие люди. Почему они так поступают? Ну, подождите, они поступают очень просто. Они про это никак не говорят. Они про это вообще не говорят. Как можно молчать, когда твоего близкого человека поливают грязью 30 лет? Давайте, давайте, теперь смотрите. Есть интересная штука, которая на самом деле есть такое понятие, как мнение. И есть такое понятие, как общественная мораль. Вот в общественной морали современной то, что человек является гомосексуалистом, бисексуалом, неважно, не является поливанием грязи. Ну, то есть, не является. Это не грех. В рамках общепринятой морали это нормально. Соответственно, комментировать эти высказывания нет никакого смысла в силу того, что это вообще никак не касается морального облика человека. Но ведь это неправда. Поэтому в этом грех в том, что это ложь о человеке. Мы, еще раз, человек сказал, моя, Фредди сказал, моя личная жизнь, мое личное дело. Грех только в том, чтобы рассуждать о его личной жизни. мы ничего о ней не знаем. У нас нет никаких свидетельств, доказательств, кроме слов Фристоуна, Хаттона, еще кого-то. Есть какие-то слова. На эти слова он сам возразить не может. Все. Как бы, ну, есть слово одной стороны, а слово другой стороны, его невозможно достать. Связи с миром мертвых нет. Увы. Реалистично, да. Лично вы уверены, что это неправда? Я уверен в том, что он сказал, что не надо лезть в мою личную жизнь. У меня нет никаких объективных доказательств, подтверждений того, что его личная жизнь была вот такой, как ее описывают Фристоуна, Хаттон и прочие. У меня нет этих доказательств. И ни у кого, мне кажется, тоже нет. Но у меня нет оснований в этом отношении им верить. Допустим, дальше я говорю, а допустим, они правы. Что это изменит в моем отношении к Меркью? Ничего. Вообще ничего. И не должно измениться. У нас на имени Фредди я почему говорю, что нужно отстаивать. Я когда захожу, иногда будет группа в Фейсбуке, я скидываю свои видео туда, ссылки. Я вижу, что один пост по поводу творчества, по поводу музыки какой-нибудь хороший, действительно интересный. Остальное все они делают на его имени, пиар, что он гомосексуалист и так далее. все обсуждается эта тема. То есть это не очень правильно. Если бы Фредди хотел, чтобы его, допустим, он был нетрадиционной сексуальной ориентацией, если бы он хотел, чтобы это высказывание, чтобы это имело значение, он бы придумал, как это сделать. Ну, согласна. Но для него это значение не имело. Почему это так? Вот меня возмущает только одно. Почему человек, который никак не комментировал свою личную жизнь, почему мы можем его при этом теперь возводить на пьедестал гей-пропаганду? Не надо этого делать. Он себя с этим миром не ассоциировал. Почему мы должны его ассоциировать с этим миром? Да будь он хоть трижды, хоть десять раз гей. А вам не кажется, что сейчас с этим толерантностью у нас несколько зверей. Мне кажется, что скоро нормальные люди будут выходить на парады как секс-меньшинство. давно пора. Я давно хочу организовать. Когда-то Леша Кортнев по Арбату прошелся маршем сексуального большинства. Я очень хочу принять участие в таком марше. Знаете, как когда-то Кристи, я оптимист, я оптимист, я гетеросексуалист. Прям хочется запить, смотрю на все, что происходит. Это же какой-то идиотизм просто. Получается, что нам надо защищать себя от них, потому что они слишком назойливы, слишком требуют к себе внимания и агрессивные, очень агрессивные люди. Вот смотрите, есть агрессивные вегетарианцы. Ой, это да. Я вот этих я, кстати говоря, понимаю. Я вегетарианка, например, но я никому не навязываю. Я вам сейчас секрет открою, я полгода тоже вегетарианец, но по вынужденным причинам, по здоровью. И я готов уже бросаться на людей, потому что очень я хочу мяса. Очень хочу. Прям очень хочу. Мне уже шашлык снится. Но смотрите, любая, как только начинается любая пропаганда, пропаганда вегетарианства, здорового образа жизни, что там еще, отказа от алкоголя, ну, любая пропаганда отвратительна. Отвратительна. Поэтому о Фреде ничего не пропагандировал. Никогда. никакие заметили, да, у Куин не было ни единого политического высказа. Вообще ни единого. Ну, вы знаете, вот тоже, опять-таки, вот Марьян писал, что у него была идеология в клипах, в музыке, символизм. И вы в своей лекции, но уже про литературу приводите символизм из «Войны и мира», например, вот описание обеда на четыре страницы. Да, и там вот символика... Это Анна Каренина. А, Анна Каренина, да, еще там четыре страницы описывают все произведение. Да. Вы тоже говорите о символизме. Я, на самом деле, символы у Фредди вижу в клипах, про которые Марьян писала. Да, с одной стороны символы, конечно, есть, но, опять же, это символика, которая... Где-то она сознательная, где-то, мне кажется, она может быть вообще бессознательная. Ну, то есть, он просто где-то увидел какую-то красивую визуальную картинку, а будучи визуалом, поскольку он был художник, да, он это мог зацепить и как-то это привнести в творчество, в визуальный ряд. Нормально, совершенно. Но он же не зря Фейерфелла Маска строгно писал, потому что стоял перед картиной, и он видел эту картину, да, и он ее описал, для него была важна эта картина. Ну, она вообще потрясающая. Я смотрю, что он действительно разбирался и в литературе, и в музыке, и в балете, и в языке знал. То есть, это я поражаюсь, это вот таких людей нету? Чем больше его знают, тем больше удивляюсь, как можно все знать вообще. Ну, конечно, давайте это, не перегибать палку, не все знать, но быть достаточно эрудированным человеком, разбираться в искусстве, разбираться в литературе, разбираться в музыке, в поэзии, все это понимать. Да, он действительно был такой. Это не тупой чувак, который только тратит деньги и проводит свое время на вечеринках. Это не персонаж из книги Хаттана, и не персонаж из книги Фристоуна. Фристоуна вообще неприятная, вот я не знаю. Люди верят, верят, что Фристоун познакомил его с миром, музыкой, вообще, оперы. Просто смешно даже, но люди верят. Не, но Лесли Эн Джонс тоже, вот как, кто-то читал книгу, как вот к этой книге относитесь, новая, которая, я не знаю. Она не новая, она давно переведена, то господи. Ну, пиарит ее очень сильно. Переведена недавно. Ну, слушайте, у Лесли Эн Джонс есть одно достоинство. Она, по крайней мере, брала интервью у живого Фредди. Ей в этом отношении повезло, больше, чем мне. Она видела живого Фредди, я не видел живого Фредди. Увы. Ребят, у нас 50 минут, вот еще, как мы так рассчитывали, на 30, у нас уже 50 минут. Ну, давайте говорим, говорим. Я пока, я пока еще не срубаюсь, у меня поезд только завтра в 7 утра. Варю, а я хотела спросить, вот в книге, в вашей книге, вот именно, где там начало конца и последние, в общем-то, дни. Я просто, знаете, я себе не представляю, какой силы должен быть человек, чтобы знать, что он уходит, что он уже физически не может не стоять там, не танцевать. Он поет, и вот с этим как-то так достойно уйти, ну, вообще это, ну, тяжело даже, просто за него даже тяжело и страшно становится, потому что это какая-то невероятная совершенно сила воли, и любовь. Конечно. Как-то, вот этот последний клип, когда он вот так рукой сделал, просто ушел, и он сказал, я вас еще люблю, ну, это просто, а Мадалов, это, ну, это просто какой-то космос. да, да, ну, вот, человек, человеку было важно, человеку было важно заниматься музыкой до последнего дня, до последней минуты. И, да, не то, что там плакать, какое-то несчастное, но это, что, вы знаете, я таких людей, например, не встречала, в основном, к сожалению, все по-другому получается. Я тоже таких людей встречал мало. Нет, такие люди есть, но их мало. Вам приятно, мы не встречали. А? Мы не встречали еще таких. Понимаете, какая штука? Может быть, вы их встречали, вы просто про это не знаете. Не забывали, да. Это человек, который, эти люди молчат, эти люди не говорят о том, что с ними происходит, а просто делают свое дело. Они могут быть смертельно больны, вы про это никогда в жизни не узнаете, а узнаете только тогда, когда их не станет. Вот, поэтому, он был именно таким. А получается, значит, вот, баскетболисту Мэджику Джонсону повезло, что он заразился, там, в 90-м году, вот, ВИЧем, а неужели, вот, за 4 года медицина так шагнула? Да? Похоже, что да. Похоже, что да. Я пообщался с людьми, которые занимаются этим. Да, медицина стремительно развивалась. То есть, если бы Фредди заболел, чуть позже, там, году 89-м, велика вероятность, что он бы был до сих пор с нами. Терапия пошла по усиленному пути. Тут, вот, похоже, что, ну, как бы, знание человечества об этой болезни развивалось параллельно с тем, как болел Фредди. Ну, то есть, начали изучать в середине 80-х. Начали искать вакцину. Извините. Скажите, пожалуйста, вот, то видео, где их награждают, я не помню, он в голубом костюме, с шарфом, это какой-то, это получается за год, но там, вы знаете, удивительно, что в 86-м году он еще выглядит, вот как раз интервью с Дэвим Кларком, вот с ним, еще здоровым человеком, а потом как-то резко, прям, человек, не то, что он просто как будто он высыхает на глаза. Ну, болезнь, а посмотрите, как он выглядит на выступлениях с Кабалье. Он там толстенький такой, прям, да, он такой прям хорошенький, все, ну, болезнь начала стремительно набирать обороты, вирус начал его убивать. Это происходит быстро. Я была в 86-го года, там, концерты, там прямо явно видно на записи, что человек уплот, прямо на сцене. Может, конечно, не от этого, может, Конечно, подождите, там какая нагрузка, там какой тур был 86-го года, там какие были концерты, там какие были тяжелые аудитории, и посмотрите, какой там график изнуряющий. Ну, когда у тебя подряд большие концерты идут пять дней, ну, естественно, тебе плохо станет. Естественно, ты очень устаешь. Ты физически... Другие модифанты выглядят не так. Ну, здоровье у всех разное, и отдача у всех разная. Ему, у него больше энергетический обмен с публикой, чем у всех остальных. Но ему приходилось во многом сложнее, чем остальным. это... Это... он уставал. Конечно, он фантастически уставал. Ну, и опять же, там 40 лет, это... это... это серьезно. Это сейчас, когда мы видим Мика Джаггера за 70, мы понимаем, что за Миком Джаггером стоит там тоже чудеса фармакологии. и личные физиотерапевты, и прочее, и прочее, которые позволяют Мику Джаггеру быть в прекрасной форме. Как и сейчас в прекрасной форме Мэй и Тейлор, которым тоже много лет. И они прекрасно выглядят, и они играют многочасовые концерты, и дай бог им здоровья. Но когда... Почему Дикон ушел из группы? Понятия не имею. Захотел. Но мне кажется, что ему просто надоело... Он не захотел превращаться в кавер-группу имени себя. Я его понимаю. Вы знаете, я смотрела тут серию Симпсонов, когда там... Не помню, кто-то из Симпсонов, отец, по-моему, в виде Фредди Мэр-Курия как раз на вашем... Да, Мэр, да, и там было. Там кто-то из фантов написал. Я предпочитаю Симпсона, Симпсона, Адама Ламберта. Вот я тоже, когда на него смотрю, на Адама Ламберта, но он мне не нравится. Он мне не понравился ни на американском Италии, потому что... Ну, мне он просто не понравился. И потом, мне кажется, знаете, что он хочет быть Фредди, а он не Фредди, он даже вот близко к нему не стоял. Кстати говоря, мне кажется, что нет, потому что он... Мне просто кажется, что он хочет быть таким вычурным молодым человеком. Он не... Мне кажется, что он не подражает. Он просто еще... Ну, он молодой еще. У него... У него все впереди. Но он такой... Он хочет эпатировать публику. Внешним видом, одеждой, поведением. Он делает это по всем законам современного сценического эпатажа. Ну, судя по поводу шоу-бизнеса, да, я вот тоже хочу сказать. Были такие статьи, очень много статей от программы «Монарх». Я не знаю, может кто-то читал, что вот искусство все идет на разрушение. То, что у Эми Вайтхаус тоже самое было, у Фредди Меркури это было, что мы, ну, как бы там не совсем это с сатанизмом связано. Какие-то знаки искали у Рианы, у Мадонны. Вот идет разрушение самого артиста и людей, которые его слушают. Я думаю, что нет там никакого, ну, то есть, про Фредди точно могу сказать, что нет там никакого разрушения, есть просто работа на износ, которая, конечно же, тебя изнуряет. Искать сатанинские знаки, ну, это, ну, это где угодно можно найти. И, если захотеть, то можно найти, не знаю, в рисунках детей. Да, вот у меня ребенок сидит, что-то там рисует, ой, а вот он пентаграмму нарисовал, мама дорогая, сейчас, ой, как страшно. Ну, я бы не заморачивался подобной конспирологии. А вам не кажется, что он пытался вот такой работный износ, именно как-то свое одиночество разбавить, что же, или скрыть? Думаю, да, думаю, да, думаю, да. Вообще, творить в одиночестве легче. А никто не мешает. Пара – это абуза. Пара – это абуза. И это ответственность. Очень большая. И вдруг, тебя становится двое, и ты начинаешь отвечать еще за второго человека. И ты начинаешь думать про этого второго человека. Но он-то был к этому готов, просто не нашлось. А ком? Ну, увы. Увы. И мне кажется, в какой-то момент, мне кажется, он просто смирился, что его жизнь будет вот такой. А музыка никуда от него не денется. И она никуда не делась. Павел, а правда, что Мэри Остин всех высилила на второй день? Мне просто тут люди писали. Я говорю, я не знаю, я же не смотрела, кого она выселяла. Но кошка она действительно выбросила. Ну, говорят, что она их не выбросила. Говорят, что она за ними особо не приглядывала, и они периодически убегали, их находили. И ели на помойке. Да, что-то он там ел с помойки. А выселили, ну, не на второй день, а, по-моему, по истечении какого-то времени, то есть, им было предъявлено уведомление о том, что через какое-то время они все должны покинуть. Павел, а она сама там живет? Или он продан кому-то этот дом? А я не знаю, а никто не знает. Писали, что продали. Уже какой-то в Фейсбуке были показаны фотографии, что ремонт там идет, вот свежие. Там кусок, дверь была открыта, и вот, ну, было показано, что двор полностью там разрушен, какие-то тележки стоят с кирпичами. Ну, слушайте, давайте я вам жестче скажу. Квартира Владимира Семеновича Высоцкого, в которой он умер, тоже сдается? Ну, это да. Платят уже за это. Правда. насколько я знаю, она сдается иностранцам, которые вообще не в курсе. Ну, просто вся обстановка перенесена в музей, и обстановку мебели и все прочее можно увидеть в музее. Ну, продан, значит, продан, но она так решила. Она в своем праве, она владелица. Так решили. Ну, что поделаешь. На гугл-картах он обозначен, как дом Фредди Меркли. Может быть, когда-то будет музей, а может быть и нет. Мы не знаем. Мне бы хотелось, чтобы был музей. Конечно, хотелось бы. Да. может быть, ей надо было это опять именно под музей. Хотя это ее дело. Это ее дело. Это ее личное дело. И на самом деле мне безумно нравится, что вот сейчас, когда все весят этот ажиотаж, она молчит. Она ничего не говорит. Она вообще никак не выходит на публику. Еле тоже много тоже. Но опять-таки, я говорю, тоже странные смерти. Опять-таки, вы упомянули Высоцкого. Про Высоцкого говорят странная смерть. Про Виктор от Сои говорят странная смерть, что он не разбился, не заснул за рулем. Да ладно. Может это быть? Думаю, да нет. Но там есть официальная экспертиза, что да, заснул за рулем. В случае с Соем. Ну, просто роковая случайность. В конспирологии уже начинается. Ну, подожди. Это начинается в конспирологии. В случае с Соем на самом деле, я сейчас страшную вещь скажу. Прям страшную. Но я иногда думаю, что вот смерть Цоя, она же как правило, привела как раз к тому, что он стал легендой. Если бы Цой не умер тогда на взлете, он бы стал птенцом гнезда из Эншпица. И он бы превратился в поп-звезду. Представляете, какой был бы кошмар, что Цой стал бы вторым Владом Сташевским. Зато теперь исполняет в Питере симфонический оркестр вот с его гитаристом. И зато прекрасные песни Цоя получили дополнительную жизнь. Он стал легендой. И вот он в этом статусе легенды будет жить еще, я думаю, столетия. Его не забудут. Цоя умирает август 90-го, а Фредди умирает ноябрь... Ноябрь 91-го. 24-й, по-моему, да? 24 ноября. Да, а еще в 90-м году умирает Майк Науменко, человек, которого я лично ставлю куда выше Цоя и вообще выше всех в русском роке. Скажите, а сейчас есть какой-то музыкант, который может изменить так же мир, как Фредди менял такого уровня? Я думаю, что их достаточно много. По образованию, например, по нравственным опять-таки каким-то ориентирам? По нравственным ориентирам не знаю. Хороший вопрос. Не знаю. Но... Есть музыканты, которые оказывают очень большое влияние на массы, на умы. И есть музыканты, которые ощущают свою ответственность за это. Например, Каньи Уэст. Например, Тейлор Свист. Она мне тоже нравится. Например, Эл Пи. Которые понимают, что за ними стоит, и которые понимают, что они делают, например, Никей. Их вполне достаточно. То есть их уровень соответствует, да, получается, подготовке? А из русских есть... Их тоже много. Ну, например, Борис Борисович Кременщиков. Например, как раз Герои моей ближайшей книжки. Это вообще... Среди молодых таких нет, получается. Ну, почему же? Вот Герои моей Оксимирон. А вы знаете, послушала Влади, сочиняя мечты, я думала, что русский рэп это кошмар, а оказалось, что, в общем-то, вполне себе приличные вещи... Влади 25-17, да и какие-то вещи у Центра тоже, в общем, вполне себе достойные. Все не так плохо. Все не так плохо. А какой посыл к молодежи вот они через свои песни нестут вообще? Потому что я в России не знаю, я слушаю зарубежное испанско-итальянское радио, да, там действительно уровень, там нравственные песни. А в России я не слышу, к сожалению. Я опять же о героях своей следующей книжки могу сказать, что там люди просто делают так, они пишут песни так, чтобы люди, которые слушают эти песни, дополнительно образовывались. Искали зашифрованные в этих песнях послания, искали разные аллюзии культурные, мультикультурные и просвещались. Там люди подходят к творчеству с невероятной отдачей. Это рокеры, это рокеры, это настоящие рокеры, для которых как раз Queen является ориентиром абсолютным по звучанию. И они по звучанию, по саунду очень похожи. Вы заинтриговали. Это люди, которые в свою программу включают, например, на недавнем концерте, сделали офигенную цитату из Under Pressure. Это люди, которые играют часто на своих концертах в 39. Это одна из крутейших отечественных групп. Прям крутейших. Ну вот очень многие говорят, опять-таки, я сейчас готовлюсь к интервью того же Борису Эйфману, с интервью с Борисом Эйфманом. И вот он говорит о том, что нужно знать хорошо основы, чтобы что-то придумывать новое свое, а никто новое не придумывает. И интересно, допустим, какому-то балету классическому он падает. Но я причем слышу не только у Бориса Эйфмана, это я и у Сокоридзе слышу у Николая, и у других у их коллег тоже постоянно это слышу. Что классика теряется, как у классики теряется интерес к классической музыке, к классической литературе, к классическим спектаклям и так далее. Ну где-то да, к классическому балету растет. Ну с Китаем. К чистому классическому балету. В Китае он невероятно популярен. Он снова начинает, набирает пообороты в Англии. Труппа королевского балета набирает обороты. Посмотрите, насколько популярен сейчас Сергей Полунин. Абсолютно. Полунин и пиар больше все-таки. Пиар не пиар, но он же хороший танцовщик. Он хороший. Он очень хороший. Все равно вкуса подстраивается под вкусы публики. Вот я смотрю, она не старается сформировать по поводу опять-таки к нравственности. Вернемся. Вкусы публики под себя. Она подстраивается под публику. Потому что все-таки есть коммерция. Ну конечно коммерция есть. Но тот же самый, вот смотрите, а что делает тот же самый цискоридзе, что же делают тот же самый Полунин. Помимо того, что они присутствуют в публичном поле, как безусловно значимые артисты, но цискоридзе берет и фактически дает вторую жизнь Вагановскому училищу. И там теперь стало гораздо лучше. Насколько я знаю с точки зрения даже простых бытовых условий. То есть девочки больше не моются холодной водой, как это было там 10 лет назад. А Полунин возглавляет училище в Севастополе. И теперь там тоже детишки могут учиться. И как он говорит, я хочу, чтобы в классический балет возвращались мальчики. Чтобы это было не просто искусство для девочек. Да чести мой, хвала за это. И вот за такие вещи, я считаю, уже этим людям надо в ножки кланяться и говорить, что ну вы делаете очень большое важное дело. Ну а в киноиндустрии есть такие? Потому что опять-таки я училась на режиссуре, столкнулась с тем, что не прививается к молодежи широта мышления. очень узко мыслят современные режиссеры какими-то клише. Они не могут снимать какие-то фильмы. Ну посмотрите, что делает Куарон. Ну посмотрите. Куарон, так это другое, за 61-го года рождения он. Ну и нормально. А вы, а вы еще, вам нужен кто-то помоложе, ну посмотрите Джокер, посмотрите, что сделал тот Филипс. Ну Джокера ругают очень сильно. Вы посмотрите. Это очень большое кино. Большое кино. Посмотрите, что делают там, если совсем молодняк такой. Да не, ну есть они все. В России есть такие режиссеры? Быков. Юрий Быков. Ну это старого поколения опять-таки режиссеры. Ну как, он достаточно молод. Юрий Быков достаточно молод. Ну вот сейчас вышел «Сторож», прекрасная картина. отличный фильм, прям вот вообще отличный. Посмотрите, фильм под названием «Пусть будет Лиза». Да, я знаю, да, слышала. Ох, посмотрите эту картину. И вот это очень, очень хороший фильм. Очень страшный, очень болезненный, но очень хороший. А кто режиссер? Сейчас я вам скажу. или Игорь Каграманов. А, угу. Это будет Лиза. А это не про доктор Лизу, простите? Нет, 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 нет. Это вообще не имеет никакого отношения. Это такая семейная история. Это история, как брат и сестра еще у них не умерла мать, а они уже делят наследство. Это жизненная, да. Жуть какого вообще. Это жутковато. Это очень жуткая история, но это очень хорошее кино. Да, у меня следствие. А как вы относитесь к нашим новым военным фильмам? Очень плохо. А в августе 44-го? Хорошее кино. Это, ну, это белорусский фильм. А, это белорусский, да. И ему, по-моему, лет 15, да? Если не больше. Если не больше. Ну, посмотри, там еще Миронов совсем молоденький. Да, и Галкин живой. И Галкин живой. И Балуев совсем молодой. Одна из военных фильмов, которые вышли за последние лет 15-20, у нас в стране хороших, только два, я могу вспомнить. В августе 44-го и Брестская крепость. Брестскую крепость я не смотрела, потому что, говорят, что очень тяжело. Как и Дисматрия тоже не смотрела, потому что, это вообще заграем. Ну, у меня, вот я сейчас как раз летел из Сургута в Москву, и я пересматривал, ну, у меня есть любимый российский режиссер, это Герман. Вот, и я пересматривал проверку на дорогах. И понимаю, что, ну, один из лучших фильмов во войне. Вот как ни крути. Один из лучших. Но Былкова все равно никто не переплюнет. Леонида? Да. Ну, вы имеете в виду, там, в бой идут одни старики? Прекрасно. Да, именно. Прекрасная картина. Ну, опять же, смотрите, этим картинам по 40 с лишним лет. Там, вспомните другие фильмы, да, там, вот эти же в бой идут одни старики, хроника пикирующего бомбардировщика. Блестящий фильм Ароновича торпедоносцы. Просто потрясающий. У Германа, у того же 20 дней без войны. Все это блестящая картина. Сейчас так не снимают. И ужас в том, что сейчас следующий же год, это будет год, когда выйдет очень много картин о войне. Потому что это будет 75 лет победы, и это последний, будем честны, это последний юбилей с живыми ветеранами. С живыми ветеранами. До 80 лет победы, к сожалению, доживут единицы. Но этим людям будет 100 с лишним лет, которые доживут до 80-летия победы. Настоящие ветераны войны, которые были на фронте. Это последний юбилей с живыми ветеранами. И мы, и конечно, будет очень много кино про войну. И из того, что я сейчас вижу, будучи немножко в индустрии, будет много плохого кино. Ну да. А нужно ли снимать вообще о войне кино? Может быть, как-то переориентироваться на другое? Нужно. Нужно. Нужно делать. Вот посмотрите, как сделал Лозница, блокада. Документальное кино, которое говорит о войне. Он просто взял блокадные съемки, съемки блокадного Ленинграда, немые, и их озвучил. Озвучил, как скрипит снег, как открываются окна, как ездят машины. Там нет человеческой речи. Там есть просто звуки города. И это очень страшно. И это очень круто. И это говорит о войне куда больше, чем иной сериал про войну. Это очень круто. У меня брат был в Питере, как раз, вот мемориал блока... Я не помню, как он там называется точно. Скорелся, да? Да. Да. Он говорит, что я зашел, там рыдают взрослые дяденьки. Я 20 минут, как вышел, я не смог вообще ни с кем говорить. Потому что... Ну, очень впечатляет. И вы знаете, что заметили? У нас почему-то как... Какие-то праздники показывают в основном все старые фильмы. Новых очень мало. Так и слава Богу, что показывают старые. Ну, и... Будем их смотреть. Потому что они хорошие. А битва за Севастополь, что вы скажете об этом фильме? Слушайте, ну, он такой, он такой, на мой взгляд, он немножечко попсовый. Но я не могу к нему относиться непредвзято. Я безумно люблю Юлию Пересильд. Я считаю ее самой красивой женщиной в нашем кинематографе. Поэтому там, где появляется Юлия Пересильд, я теряю угол. Сейчас как раз новое дело от Майора Черкасова. Она была у него в первой части. Она была в второй. Она была в палаче. Первая мозга, вторая палачная. Роскошный фильм. Она роскошность играла. Я Майора Черкасова очень люблю. Ой, вот такое. Я очень люблю. Это единственный отечественный сериал, который я смотрю с нескрываемым удовольствием. С нетерпением жду нового сезона. Они снимают сейчас седьмой. И Смоляков очень хорош. Он прям... Хорош, 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 хорош. Он прям молодец. Он прям молодец. Он очень обаятелен. Там все хорошо. Это нормальный, хороший такой детектив. Интересный. И все-таки он похож на мужчину. Просто когда вот эти красавчики писаны, ну это уже как-то... Ну не похоже. И вот когда пересняли наш фильм экипаж вот с Козловским, я как-то даже смотреть не смогла, потому что это научная фантастика. Старый фильм... Не пересняли. Его не пересняли. Огститесь. Он продолжение. А, понятно. Он продолжение. Там же появляется героиня Яковлевой. Ну мне кажется, что ничего бы мир не потерял, если бы они его не сняли. Ничего бы не потеряли. Ничего бы не потеряли. Первый экипаж был хорош сам по себе. Ну да, и там были совершенно потрясающие лучшие мужчины киноэкраны. Жонов и Филатов. И Васильев. И Васильев. Да, и Васильев. Ну вот, там были совершенно потрясающие мужики, в которых нельзя было не влюбиться. Ну, атмосфера была другая абсолютно. Хотя, мне кажется, если ты смотришь второй экипаж, ты захочешь посмотреть первый. Это так вот с Кинзанза, когда сняли мультик Кинзанза, все стали кино смотреть сразу, которое сняли. Ну и слава Богу. И слава Богу. То же самое с Фредди Меркури. Точно так же. у Богина Морапсоди. Его то же самое. Посмотрели фильм и новая волна популярности пошла. Для этого он и был снят. Ну, деньги у людей закончились, но надо еще заработать. Ну, когда онцов закончились деньги, пошла мама книжка написала. Ну, по-моему, это ужасно. Ну, да, ну, а что делать-то? Ну, вот здесь примерно то же самое. Зато, сколько народу узнали про группу Квин, которые раньше ее не слушали. Для которых раньше это было что-то такое старперское, что слушает там папа или дедушка. И вдруг оказывается, что это круто. В 90-е передавали Квин, очень хорошо. В 90-е был пик. Вот я была ребенком, я слушала, все время передавали музыку Квин, но я просто не знала, кто поет. Потому что острота потери была близка. Потому что первый, вот в первый день, когда я узнала, это у меня тогда только родился ребенок, для меня это вообще шок. Шок. И сестра сказала, что хорошо, что он не умер года три назад, иначе ты не знаешь, что с собой сделала. Ну, вот видите, я тоже ужасно переживал. Я тоже ужасно переживал в тот момент. Но все-таки странный сценарий, учитывая, что другие музыканты участвовали в его создании. Слушайте, это сценарий, который рассчитан на современного зрителя. Ему надо подать слезливую историю с хорошим концом. Там есть слезливая история с хорошим концом. Правильная с точки зрения современного кинематографа, массового кинематографа. Ну, вам, это, я говорю, это не Куин, это драма Куин. Вот это драма Куин, ну и все. Вариация на тему Куин, да? Вариация на тему Куин. Это не, ну, это же, они же, там нет, как я говорю, там нет ни одного правдивого кадра. Ну, там правда нет. И все, и вот так оно сделано. Зато, какая популярность. Сколько? Из-за общества радуются и рекуют. Да пускай рекуют, господи. Нам-то что? Да не вовсе ничего. Нам-то что? Обижал, обидно. За что, что обижаться? За что обижаться? На что обижаться? Зачем вообще на это обращать хоть какое-то внимание? Ну, зачем? Ну, это надо, знаете, к этому надо прийти, чтобы с этим как-то, на это не реагировать, скажем, вот так. Это же не сперва. Да, просто я не понимаю, зачем мы, ну, на что-то реагировать? Реагировать на этих людей, про которых вы говорили, да, которые пишут по 200 страниц в комментариях, зачем? Когда вы уже ушли отсюда, да, три года назад, они все пишут. А они все пишут, они все пишут, ну, пускай пишут, пускай пишут. Ну, у людей нет ничего интересного в жизни, поэтому они обсуждают чужую жизнь, вот я это заметила просто, когда наблюдала тоже за форумами, то есть, когда начинаешь смотреть, что у людей происходит, у них ничего не происходит в жизни, они ничего не добились, не написали ни книгу, ни в работе, ни в творчестве, у них нет ничего. поэтому они пишут в интернете, а в интернете они крутые. Ну, конечно, ну, конечно. Мне было всегда очень интересно. пишите, ваша книга, цель, то, что вы пишете книги на эту тему, на что вы рассчитываете, что вы хотите, чтобы изменилось, может быть, для тех, кто их прочитает? Кто я такой, чтобы что-то менять? Это было бы невероятной гордыней считать, что я могу что-то изменить. У меня просто есть возможность высказаться, я высказываюсь. Такая возможность есть у любого человека. Не запрещено. Свобода слова, свобода выражения своего мнения. Я выражаю свое. Вы хотели бы, чтобы что-то это хотя бы изменило для кого-нибудь? Может быть? Я хочу, чтобы люди стали с уважением относиться к последней воле покойной. Покойный просил не обсуждать и не лезть в его личную жизнь. Сделайте покойного это, если вы его любите. Прекратите разговоры на эту тему. Есть что пообсуждать. Я в новой книжке рассказывал, например, о концерте Куин, когда под знаменем Куин на сцену вышли Джон и Роджер. А Брайана не было. А они играли как Куин. А еще в этот момент с ними на сцене были еще и группа Дженезис и группа Пинк Флойд. И был такой концерт. А Дженезис с Габриэлем или с Голлинзом? Нет, с Голлинзом. С Голлинзом, да? И был такой концерт в 90-е годы, уже после смерти Фредди. Я вам вконтакте отправила небольшое видео, я не знаю, видели вы или нет, там это фэшн-шоу, по-моему, «Королевская свадьба». Там Джейн Сеймур? Там Меркури и Джейн Сеймур. Вот Джейн Сеймур, тогда для вас не будет новостью. Замечательно, красивая. Красиво сделана. И опять же вот и она, и он молодые, красивые, в общем, все. Достойные, достойные, прекрасные люди. Достойная пара, красивая. И она, надо сказать, ничего плохого тоже о Фредди не говорит. Наоборот, вспоминает о нем с теплом и к хорошему. А Монсеррат Кабалье, я, к сожалению, не видел ни одного с ней интервью о Фредди, она, по-моему, тоже, в общем-то, довольно она прокомментировала что-то, когда была на Украине, в интервью Гордону, украинскому журналисту. Да, я знаю. Вот. Она сказала там что-то такое, типа того, что вот, когда она знала о том, какая у него болезнь, он тоже говорил, и поэтому, например, там старался, чтобы, не дай бог, она там его не поцеловала, потому что не знали, как это дело передается. Ну, и так далее. А почему же он тогда в 90-м году играл с ребенком? Ну, я думаю, вот, я не знаю, почему так сказала Кабалье, но я думаю, что он уже в 90-м году он уже точно знал, что так оно не передается, что можно играть, спокойно, обниматься с людьми, и там, и не каких-то... И слава. Да, и слава. 20-м году. Сколько он прожил в Монтрево до своей смерти, он в каком году туда уехал? Слушайте, надо считать, значит, соответственно, были, домик он там стал снимать чуть ли не с начала 80-х, конца 70-х, но получается, там чуть ли не около 10 лет. У него же там, по-моему, квартира еще потом. Квартира, я именул, вот они как на Маунтен они переехали, стали записываться там. Он там и квартиру снял сразу. Я была, по-антреку, его про памятник, я думала, ну если бы с Жиром не удалось сфотографироваться, хотя бы с памятниками. Ну да, ну и хорошо, что там есть памятник. Да, и студия, и на студии, и около студии подписи наших соотечественников на русском языке, ну, в общем, всегда приятно посмотреть. И ресторан там его стоит, правда уже другой хозяин, по-моему, и даже им он сидит, но столик его вот так же все стоит. Ну и слава богу. Ну это делает бизнес тоже в какой-то степени, это же приносит деньги. Конечно. Павел, у меня вот такой вопрос еще есть, заметила странную нестыковку в интервью вот где-то с 70-х годов на радио, по-моему, он сказал, что учился игре всего лишь 4 года, и особо даже не знает нот. А Мансеррат потом сказала в интервью своем, что когда они познакомились, он ей сказал, что долго учился и вокалу, и композиции, то есть как-то вот это странно. да может слукавил, господи, в интервью. В какой раз? В первый раз? Ну в первый раз сказать, да вы вообще отстаньте от меня, я ничего не умею, я сама учусь. Ну у него видно, что у него музыкальное образование есть, потому какую сложную музыку он сочинял, и сейчас такой... Он воспитывался как классический британский подросток, папа сделал все, чтобы сделать из сына обычного, нормального британского юноша, он воспитывался как британец из хорошей семьи, где надо учить музыки, где надо уделять внимание спорту, где надо поступить в хороший вуз, он простой английский паренек. Неужели в Индии были такие хорошие интернаты? Конечно. Не забывайте, что это британская колония. Британия туда пришла довольно плотно. А откуда вы думаете такое количество индусов, прекрасных программистов? В гуглер, которые работают, которые работают в Майкрософте, там половина людей, это они из Индии выходцы. Это было позже, а там 50-е годы все-таки. А какая разница? Да и папа опять же, он работал на британское правительство. Папа хотел для своего сына типичной британской жизни. Находит лучшие школы, отправляет, ну хорошие школы, лучше хорошие школы и отправляет туда ребенка учиться. Интернатор, Арри Поттер, все как надо. А его отношения с родителями, где-то пишут, что у него были очень натянутые и нехорошие отношения с отцом. Это правда? Не знаю, но мне кажется, что нет. Мне кажется, это были просто нормальные отношения человека, который, ну, в Британии всегда так, все, ребенка рано отдают в интернат, ребенок там учится, есть дистанция определенная, но есть при этом отношения. Поэтому, я думаю, что было там примерно так же. Ты живешь своей жизнью, пока родители могут обеспечивать тебе обучение, они за тебя платят, но дальше ты получаешь образование, а тут уже крутись сам, работай, делай, что хочешь. А в каких книжных магазинах планируете, вот помимо той презентации книги о рок-группе, где еще будет, в Москве, в каком магазине будет, вы планируете, по крайней мере, вот вашу встречу сочетателем? Да везде, я надеюсь. то есть, я думаю, что где-нибудь сделаем, в Лобусе сделаем в каком-нибудь. Я напишу, мы точно сделаем нормальную презентацию. И подпишите нам книги. Конечно. Ну, конечно, куда же я делась? Ребят, я на самом деле предлагаю уже немножечко так закругляться, потому что уже время поздно. потому что мне завтра встретимся еще в другой раз. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Мне было приятно познакомиться со всеми, хоть живьем увидеть всех. Все, удачи и просветания. Спасибо большое. Спасибо, увидимся. До свидания. Ильяна, вам огромное спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо.